Здравствуйте! Считается, что Господь не может поспеть всюду, и именно поэтому Он создал матерей. В ближайшее воскресенье в России отметят День Матери. И вот именно об этом сегодня в нашей программе проведу и я, Анатолий Акулов. А у нас в гостях многодетная мама из Боровичей, Зимфира Некрасова, и Анжелика и Ярослав. Добрый вечер! Добрый вечер! Я так понимаю, что сегодня у нас в гостях маленькая часть вашей семьи, большой семьи. Сколько всего у вас детей, расскажите. Одиннадцать. У нас шесть мальчиков и пять девочек. Давайте всех поименно. Так, Алексей, Андрей, Дмитрий, Алина, Анжелика, Настя, Паша, Соня, Боря и Ярослав. Так необычно. Всех запомнить нужно. Это было по возрастающим, да, по возрасту? От самого маленького к самому большому? От самого большого к самому маленькому. А вы, мужчина, самый большой, самый маленький или средний? Средний. Средний. Но самый смелый сегодня пришел на телевидение обо всем поговорить. Зимфира, подскажите, вы всегда знали, что у вас будет большая семья? Да, потому что я сама многодетная семья. У нас у матери было семь ребятишек. Она нас воспитывала одна, без отца. Вообще, что такое семья, с вашей точки зрения? Какой она должна быть? Помимо того, что она должна быть большой, по вашему мнению? Большой, дружной. Я всегда детей своих учу, чтобы они друг за другом стояли горой, что семья одно целое. Только в семье можно прийти и попросить помощи. Помогут и никогда не откажут. Давайте поговорим с Анжеликой Яросталом. Вы уже приготовили подарок на День матери. Да. Расскажите поподробнее, Анжелика, с вас начнем, пожалуйста. Меня зовут Анжелика, мне 9 лет. Так. Вы учитесь? Я учусь в 4 классе в Железковской школе. Вам нравится учиться? Да. Что больше всего вам нравится? Какие предметы вам нравятся? Мне нравится больше всего ИЗО. ИЗО? Потому что я люблю рисовать. Я думаю, вы так думаете. Рисовать я больше всего люблю природу. Природу? Да. Красиво. Вы приготовили уже подарок ко дню мамы? Да. Вы расскажете, какой... Или это сюрприз будет? Сюрприз. Конечно. Ярик, давай, расскажи о себе. Меня зовут Ярослав, мне 9 лет. Я учусь в 3 классе в Железковской школе. Хорошо. Мой любимый предмет русский язык. Стихи? Рассказы? Что вам нравится в русском языке? Изучать... А, это литература, простите. Что вам больше всего в русском языке нравится? Мне нравится... Почему русский язык? Потому что... Сложно. Сложно. На этот вопрос вы, наверное, сможете ответить чуть попозже. Да. А скажите, вам нравится, Ярослав, больше принимать подарки или дарить их? Мне больше нравится дарить подарки. Вы часто их дарите. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Земфира, меняются ли жизненные ориентиры с появлением большой семьи? Да. Потому что все силы, все уходит на воспитание детей, себя на датни план уже отодвигаешь. Все для детей, чтобы им хорошо было, чтобы у них все в доме было. И на себя тоже внимания не обращаешь, только ради детей. Кто вам помогает? Муж, дети, старшие. Давайте ему привет передаем. Папа Андрюша, привет тебе большой. Да, папа Андрюша. Папа Андрюша, наверное, работает круглосу. Папа Андрюша у нас работает в агропромышленном технику, мастером, обучает ребятишек к вождению на тракторе. Он давно уже там. Ярослав, наверное, на тракторе умеет ездить, да? Уже? Нет. Но мечтает. Нет? А кем мечтаете стать в будущем? Расскажите. Я мечтаю стать трактористом, как свой папа. Вот. Это важно очень. Наверное, умеешь трактора отличать, да, марки, знаешь. Этот трактор нужен для этого, этот для этого. Сто процентов. А вы, очаровательная принцесса, кем мечтаете стать в будущем? Я хочу стать или поваром-кондитером, или парикмахером. Тогда, во-первых, у вас великолепная прическа. Спасибо. Кто вам ее придумал? Моя старшая сестра Алина. Хорошо. А если вот вы говорите повар-кондитер, значит, вы любите сладости? Ну да. Да? Какие любимые ваши сладости, что вы любите? Мои любимые сладости это кексы. Вкусненько. Наверное, мама печет вкусные кексы. Ну, мама умеет печь печенье, торты делать. Нет. Хорошо. Здесь Ярик должен, как фанат и поклонник русского языка, должен произнести торты. Запомним ударение. Как обычно проходит день большой семьи? Это очень интересно. Сразу вспоминается фильм, ну, допустим, «Один дома». Помните, как они все собирались хаотично успеть это? Ну, так и получается. У нас утро начинается в 6 утра, просыпается мама, затопляет печки, приготовляет завтрак, отправляет вчера супруга на работу, потом поднимаются дети. И вот как в кино и получается. У нас все бегают зад вперед, кто в туалет, кто на кухню, кто кровать убирать, кому одеваться надо. И потом так же шумно мы уходим в школу. И 7 часов тишины. Ну, не отдыха, а тишины, правильно? Да, да, да. Отдыхать некогда. Надо готовить уже обед, ужин, ждать детей домой, делать уроки. Уроков у нас много. У нас только двое в третьем классе, во втором, в первом работают. А школа далеко? 8 километров их привозит автобус, привозит и увозит. А вот как распределяете обязанности? Вы проснулись, все позавтракали и так далее. Поручения же есть? Все позавтракали. Старшая моет посуду, средняя вытирает посуду, младшая вытирает со стола, потом они идут одеваться. Одеваются, заплетаются и уходят в школу. Так же и со школы приходят. Кто-то белье вешает, кто-то уроки садится делать. Кто-то в школе уроки делает. Кто-то в школе уроки делает. И наступает вечер. Как вы проводите вечер большой семьей? Как вы больше всего любите проводить вечер? Расскажите нам, пожалуйста. Мы любим посмотреть телевизор в вечер. А вот здесь выбор, что посмотреть. Столько мнений может быть, столько пожеланий. Кто принимает окончательное решение? Папа. Папа в своей комнате смотрит телевизор. У нас в каждой комнате по телевизору что хочет, то и смотрят. Младшие любят больше мультики «Карусель», а старшие с папой телевизор смотрят. Так, смотреть. А Анжелика что больше всего любит? Сделать вечером всей семье, что больше всего нравится? Тоже смотреть что-нибудь? Да. А когда вы собираетесь не вечером, а, допустим, в выходной день ваш, чем вы любите заниматься? Ходить куда-то, я не знаю, на лыжах, турпоход, если это лето? Расскажите о ваших любимых совместках. Лето мы едем отдыхать на озеро с палатками. Больше, конечно, Машинской район, на Великое озеро. Красиво. У нас папа оттуда просто родом, он там все места знает. Когда с палатками, в этом году мы домик ездили с ребятишками, снимали, чтобы они накупались отдохнуть. На базу отдыха «Медовец». На базу отдыха «Медовец». Вот так мы любим ездить в Иверский монастырь, куда-то покататься на машине, просто съездить с ребятишками. А машина должна быть большая, ничего себе. Все помещаетесь? Не все, у нас еще Шурик едет с нами. И Дима. И Дима, который палочка-вырущалочка. Саша бабушкин внук. Хорошо. Бабушке, наверное, не нарадоваться бабушкам всем вокруг. Здорово. Мне интересно, вообще это одно из самых моих любимых имен. Я вам сказал за эфиром «Зимфира». Как оно вам досталось? От мамы. У меня мама меня решила назвать «Зимфира». Мама у меня по национальности коми, и она меня так назвала «Зимфирой». Папа хотел «Заримой». Слава богу, «Зимфира». У вас прекрасное имя. Спасибо. Как вы думаете, почему сегодня в России многодетная семья – это редкость? Согласитесь, это редкость. Не знаю, наверное, боятся ответственности за детей. Из-за этого такая… Ну, я не знаю, у нас в Боровичах не редкость. У нас в Боровичах много многодетных семей. А многодетная – это считается от двоих? От трех. От трех. От трех и больше. Но ваша самая большая? Да, наверное. Мы всех нас с этим поздравляем. Прекрасно, прекрасно. Как помогает государство многодетным семьям? Расскажите нам поподробнее. Ну, я не знаю. Мне вот на ребятишек выдается пособие. Пособие, хорошо, ежемесячно. И вознаграждение. Все. Поездки куда-то нет? За счет родителей. Да, наступает день матери. Что бы вы пожелали своей маме? Ну, представим, что она сейчас не слышит и увидит только по телевидению. Что пожелаете? Желаем счастья, здоровья, удачи. Удачи, хорошо. Я вот желаю своей маме счастья, здоровья, для всего самого лучшего в жизни. И мама – это самый лучший друг детей. Ты умница какая. А вспомните свою маму. Давайте вспомним, как обычно у вас праздник проходил в семье? У нас много детей. Все приезжают с внуками. Уже с правнуками даже ездят. Собираемся у мамы на день рождения, на 8 марта у мамы, на Новый год собираемся. У нас семеро. У каждого по два, по три ребенка. У каждого детей, свои дети. Просто шумно, весело. Отличается многодетная семья 2021 года от многодетной семьи того времени? Сложнее, на ваш взгляд, или проще? Я думаю, сейчас проще, потому что сейчас детям много можно позволить съездить куда-то, на какие-то кружки их записать. Раньше-то в школе только все проходило. Сейчас проще для детей. Ну, как даже и проще, и сложнее, можно сказать. Потому что сейчас все финансово, это идет вопрос, что это все оплачивать. В наше время это было бесплатно. Но сейчас у детей больше возможностей заниматься в кружках и везде. Да, соглашусь. Шепчетесь? Нет. Нет? Расскажите, пожалуйста, вот не за горами Новый год. Вы уже написали письмо Деда Мороза? Да. Я еще не успела. Не успела. А что бы вы хотели, чтобы вам Дед Мороз подарил? Приоткроете тайну? Вдруг у нас Дед Мороз сейчас посмотрит? Скажите. Ну, я вот хочу, например, на Новый год лыжи. Лыжи? Да. Ничего себе. Учится кататься. А в школе вас учат кататься на лыжи? Ну, у нас еще нет, потому что учат только не начальных классов, а старших классов. Еще немножко и будут учить. У вас как раз, возможно, к этому моменту появятся свои лыжи. Мы вам желаем. Мы вокруг школы будем кататься на лыжах в старших классах. Ну, расскажите, о чем вы мечтаете на Новый год, мужчина? Я бы хотела себе какой-нибудь пистолет. Стрелять по мишеням? Лазерный пистолет. Вот мне про школу интересно. Вы в школе все видитесь, на переменах собираетесь? Или... Ой, нет, дома. Я дома пообщаюсь. Лучше сейчас с одноклассниками. Или собираетесь на переменах и общаетесь? Мы обычно собираемся после уроков. И вместе собираетесь? Да. И говорим. Кто делает уроки, кто что-то играет? Помогаете друг другу? Да. Ссоритесь? Признавайтесь? Бывает у нас там драка. Ссора. Но... Но потом мы еще помиримся. Да. Зимфира, хочу вас попросить, вот чтобы вы от своего лица мамы-героини, могу сказать так, смело, да, что вы пожелали бы всем новгородским мамам? В первую очередь здоровья, самого крепкого, чтобы они любили и были всегда любимы, чтобы их утро всегда начиналось с крепкого кофе, с улыбки на лице и со смеха детей, чтобы тем больше, тем лучше детей будет в доме. Вот это я желаю родить. И чтобы они не боялись взять ребеночка из детского дома и дать им семь, маму, папу, чтобы все где так были. Скажите, вопрос такой, конечно, тонкий, но все же я задам его, вы сами знаете, как нужно поступить в той или иной ситуации или вы все-таки у кого-то спрашиваете совет? Нет, бывают разные ситуации. Если вот, например, очень тяжело, что-то у меня не получается, я так же обращаюсь к нам в органы, они мне помогают. Девочки у нас очень хорошие, они никогда не скажут, что разбирайтесь сами, они всегда помогут. Они нас направляют к психологам, психологи с нами работают, это очень большая помощь в воспитании детей, особенно подростков и девочек. Вот, и так вот, и сама, что я уж тоже многодетная. Ну, конечно, да. И папа, наверное, все-таки здесь важен. Папа. Что для вас папа в семье, расскажите. Папа. Вот папа. Папа это наш член семьи. Так. Защита. Защита. Работник. Как вы любите больше всего проводить время с папой? Мы любим... Вот вы расскажите для начала, Ярослав, как вы именно, именно ты, Ярик, любишь проводить время с папой? Я люблю с папой посмотреть телевизор. Так, а что-то подвижное? Рыбалка. Что-то подвижное делать. Говори, говори. Мама, подсказывай. Что вы с папой делаете? Что делаете с папой? Мы помогаем папе. Чините что-то? Может быть, ходите на рыбалку на ту же? Нет? Нет? Не ходите? Нет. Просто интересно. Мама подскажет, кстати. Что вы папа помогаете? Трактор делать на огороде. Трактор. Да. Как без вас папа справится-то, конечно? Мы иногда для новой бани проводим мох. Баня – это важно. Это очень классно. Расскажите, вы, принцесса, как вы любите с папой проводить время? Потому что отношения отца и дочери, они всегда особенные. Я люблю с папой ездить куда-нибудь, например, на озеро ездить. Куда-нибудь. Ну, в общем, я люблю с папой ездить куда-нибудь. Опять же, путешествовать. Да. Да. Хорошо. У меня вопрос, вот очень много вопросов, если честно, про школу. Прям хочется спрашивать и спрашивать. У вас, как вашего классного руководителя зовут? Вы вспомните, пожалуйста. Моего классного руководителя зовут Наталья Леонидовна. Моего классного руководителя зовут Татьяна Борисовна. Классные руководители помогают? Да. У нас очень хороший педагогический коллектив. Они помогают и с уроками ребятишкам, и советом, когда надо. Помогают нам, да. Привет вам большое передаём. Спасибо большое за то, что они вам помогают. Да, да, так хорошо. Вас хочу спросить, творческие обязанности, творческие, точнее, какие-то выступления, какие-то моменты. Любите стихи читать, песни петь, танцевать на утренниках, на огоньках в школе? Расскажите, увлекаетесь ли вы музыкой, чтением? Я увлекаюсь иногда чтением. Что читаете? Я люблю читать про всяких поэтов. Про поэтов? Про роботов. Про роботов. Ну, роботы-поэты, да. Анжелика, расскажите, вы песенки поёте? Да. Да, какие? Кто больше всего из исполнителей современных вам нравится? Ну, я даже не знаю, у меня их много любимых. Я ещё очень люблю учить стихи. Может быть, вспомните что-то и прочтёте нам сейчас? Ну, сказать, да? Да. Можете? Это будет лучшее поздравление для всех мам с Днём Матери. Нам вот надо было, нам дали вот такие вот книжки из классной библиотечки. Библиотечка у нас в классе есть. И вот мы, нам выдали книги, и нам надо было учить стихо, вот я могу рассказать вам. Расскажите, пожалуйста, для всех мамочек. С наступающим Днём Матери. Прошу. Зреет роща, жарка нива, и от нивы и до нивы гонит ветер прихотливый, золотые переливы. Уже прекрасно. Уже прекрасно. Хочется поаплодировать. И эти аплодисменты я переношу в адрес знаете кого? Вашей мамы. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Низкий поклон. Спасибо. Берегите себя, здоровье всей вашей большой семье. Спасибо большое. Мы теперь будем за вами внимательнее следить. Я теперь буду знать и рад этому прекрасному знакомству. Спасибо. Приходите в гости. Спасибо за приглашение. Вот, кстати, возможно, возможно, на новогодние праздники вот к вам возьмёт и приедет ведущий Анатолий Акулов. Будем ждать. Усадьба Ровная, дом 8. Железковское сельское поселение. Наши двери открыты. Записал. Запомнил. До новых встреч. Успехов вам. Спасибо. Спасибо. И вам тоже. Спасибо большое. Спасибо. С редакцией Всегда можно связаться по телефону 638-005. На сегодня мы прощаемся. До свидания. Всего доброго. С наступающим. Субтитры сделал DimaTorzok